Девушки отдыхают Английский надо улучшить Равняйсь! Смирно! Ленка, я сбежала Откуда ты вообще? Где была? Ну как? Где была? Я же тебе говорила Была в ресторане На халтуре Пела до утра Как и дитпяф Правда репертуарчик немножко другой Купите бублички Все спят, мам Мы спричем? Да мы все спим До сих пор Соня, подъем! Мам, ты с ума сошла? Как сейчас соседи? Полицию тебе вызовут? Ленка, это был успех Нет, это был фурор и триумф Суровые генералы Плахали, как дети Я тебе верю В углу заплачет Мой старушка Слезу смахнет Старик, отец Коля Эту песню опосвятила тебе Мама, оставь в покое Давай на кухню И молодая Не узнает Каков танкиста Был конец Ленка, какие слова Какая в них простая Ясная сила Мам, ты что, это пела в ресторане? Да, и между прочим, имела успех Нет, сначала я, как говорится, не взяла зал Но потом Жрать хочу, умираю Но потом в памяти стали всплывать песни из моего детства Одна, другая, третья Яйца Ленка, какие у генералов шутки Это что ты? Я пела и краснела, краснела и пела Нож есть в домик? Есть Я есть хочу Мам, ты меня пугаешь Хлеб, дай, пожалуйста Откупили ресторан до утра Генерал объяснялся мне в любви Хотел разводиться Ну, свари кофе матери Куда ты все время уходишь? Я же тебе рассказывать так обидно Когда ты не слушаешь Я слушаю Вот Аркашка ревновал, как мавр Это было так забавно Ой, мамочка, как я рада, что тебе все так понравилось Ну, что значит Что значит понравилось? Я же не ради удовольствия Или какого-то безумного, бесшабашного флирта Я же деньги на жизнь зарабатываю Мамуль, в этом нет острой необходимости Так что ты не забывай о возрасте Да ну тебя Забудешь с вами Что-то я устала Пойду прилягу Отбой Спокойной ночи, мамуль Доброе утро всем Субтитры подогнал «Симон» Ну, как тебе наш зал? Отличный Ну, вот ты просил, я нашел Смотри, какие девчонки Слушай А расскажи-ка мне про вашего бывшего генерального Ты что про него рассказывать? Старый пердун Боялся всего на свете Я при нем хотел все модернизировать Так не ответь Он как привык работать в прошлом веке Так и работал Тюфяк А как же он деньги тогда украл из тюфяка? Понятия не имею Ты же у него заман был Ну, не первым же И спросишь у него В бегах Да, в бегах И нам пора побегать В смысле? На дорожку пойдем? О, пошли А тренажер-то китайский? Ну, сейчас почти все китайское Почти, да не все Кстати, объясни мне, как вам удалось полгода назад Китайское оборудование, как немецкое провести А? Первый раз об этом слышу Ах, Витя, а о чем тебя не спросишь, ты ничего не знаешь Ну, Женю, у меня своей работы полно Я стараюсь в чужие дела не лезть А мне приходится Начальник отдела снабжения у нас кто? Сайко Илья Николаевна Вот на подельных документах ее подпись стоит Ты чего так напрягся-то? Сбойте обороты, у тебя 120 Да ничего, ничего Это я так, с непривычки Ага Добрый день Вы же с ума сошли? Какой день? Зачем вы здесь Сюда, в такую рань? Как? 20 минут 15 Сколько? Боже, полное ощущение, что я только прилегла Ну, что вы стоите, дует же, проходите Есть Раз уж пришли Ну, что вы хотели? Я, знаете Знаете, очень холодно Проходите на кухню Ага, есть Так, какими судьбами, как говорится Что случилось-то? Нет, ничего не случилось Я просто хотел вас поблагодарить За вчерашнее Не разувайтесь, вы же ненадолго Ага, есть От лица Командного состава Бронетанковых войск А, это от Бори, что ли? Проходите Боря Душка Есть такое, понимать нет Так что виноват, что я вас разбудил А я все-таки не понимаю Зачем в такую ра... Что это? Это муксун Кто? Муксун, рыба такая Боря из Красноярска привез Звучит как болезнь Ну что, Ира Степановна Это же потрясающая рыба Северная, очень вкусная Или вам нельзя рыбу? Мне все можно Вчера вечером я это поняла Отлично Вы такой рыбы еще не пробовали? Я много чего не пробовала Мне предстоит богатая И насыщенная жизнь Это вам брют Как вы любите Благодарность за ваше искусство Сан Саныч, если я вчера и позволила себе Немножко лишнего Это не значит, что я каждый день Буду пить шампанское С малознакомым офицером Давайте сюда Ой По-моему, я сегодня пользуюсь Каким-то бешеным спросом Откройте, пожалуйста, дверь Я переоденусь Есть Вы? Я, добрый день А с чего это вы здесь? А почему мне здесь не быть? Потому что вы должны быть на работе Вы тоже? Я артист У меня ненормированный рабочий день Подержите А Рада где? В своей комнате Что с ней? В ее порядке Она переодевается Откуда вы знаете, что она там делает? Мы что, подгадывали? Нет, конечно Рада! Рада! Аркаша, я тебя прошу Не голоси И вообще Зачем ты пришел? Во-первых Я принес тебе Твое платье Которое ты вчера Оставила Точнее сегодня утром В гримерке В ресторане Потом ты так неожиданно Исчезла Спасибо Просто я не хотела Чтобы мужчины Передрались За право провожать меня До дома А во-вторых? А во-вторых У меня к тебе Предложение О, даже так? Деловое Так я пойду И спасибо вам за Опять забыла Как его зовут? Муксун? Да Муксун До свидания, Радь Степанова До свидания, Аркадий Геннадьевич Угу Так Кто такой этот Муксун? И почему ты даже Не помнишь Как его зовут? По-моему, чересчур Аркаш, у меня полное ощущение Что ты ревнуешь меня К копченой рыбе Муксун Рыба? Да Северная Настоящая И если положить ее На клавиши Чтоб тебе было понятнее В длину Примерно С две октавы Пойдем Я тебе угощу Подожди Мой портфель Надо же Муксун Евгений Николаевич Сайко Пусть заходит Проходите, Елена Николаевна Присаживайтесь Спасибо, что нашли время Наконец меня принять Хотя не знаю К добру ли это Пока все совпадает Что именно? Ну, судя по характеристике Данной вашими коллегами По моим личным ощущениям Вы, мягко говоря, человек Дершистый Это как-то мешает Работе отдела снабжения Согласен Но мне кажется Что вы не только В вопросах снабжения Разбираетесь Мы вот как раз Виктором Андреевичем Обсуждаем оптимизацию компании А что скажете? Самой главной проблемой Нашей компании Мне кажется Является Простое нарушение Коммуникаций Между подразделениями Очень много бюрократии Например, заказчики ждут От меня материалов А пока до транспортного отдела Дойдут все утвержденные бумаги Проходят дня два-три А то и больше До заказчиков еще Позже Ну, в общем, штат растет А эффективности нуль Интересно Хорошо формулирует Виктор Андреевич А ведь это должен был ты мне сказать Так Елена Николаевна Практически я Мой человек Я же тебе про нее много рассказывал Да, я помню, что ты говорил Всегда Можно Положиться Кофе Не желаете? Нет, спасибо Кофе Я предпочитаю пить Специально Предназначенных для этого местах И Елена Николаевна У нас человек с характером Леночка Расслабься Ну что ж, у меня к вам больше вопросов нет Завтра с утра пойти со мной по объектам Вы свободны Все Да И снова за тебя За самую прекрасную женщину Невозможный листец Да А какое у тебя там было предложение? Какое предложение? Ну ты днем говорил, что у тебя какое-то предложение А Да А теперь о предложении Я нашел тебя ученика Ну наконец-то ты внял голос у разума Не понял В каком смысле? Да я тебе давно намекала на эту идею Обучать пению за деньги Я не понимаю, чего ты так сопротивлялся Это же я сам Это же моя идея Слушай, Аркаша, с тобой так трудно Ты опять споришь Короче Когда придет этот ученик? Через 15 минут Что, Аркаша? Ты с ума сошел? Я под шофей, я рыбой воняю И вообще не в форме По твоей, между прочим, милости Ну ты прекрасно выглядишь, рада Мы дома И очень вовремя Идите на кухню Там вас ждет вкуснейший муксун Не знаю ведь Да, Ленка, странный ты человек А я вот думаю Может быть, ты специально нарываешься Я нарываюсь? Да я вообще не нарываюсь Просто не люблю неопределенности Если Левандовский хочет меня уволить Пусть уволит Только без этого Иезуитства своего Да Левандовский тебя не взлюбил Это, к сожалению, факт Но он вынужден с тобой мириться Потому что ты мой человек Поэтому, что бы ни случилось Держись меня Чтобы не было проблем У тебя Вить, ты на что намекаешь? Да ни на что Я просто даю тебе ценный совет Как твой лучший друг И к моему великому сожалению Твой бывший Катя, ты что-то скрываешь, да? Лен, ты меня прекрасно знаешь Ничего я не скрываю Ну, просто Всплыли мелкие косяки Нашего старого гендиректора Не заморачивайся Какие косяки? Да я же тебе говорю Мелкие Да ты не загружайся Вон, расслабься Пей чай Ну, как я тебе? Потрясающе, потрясающе Именно так я пристрелила себе Очипницу бокала Аркаша, мне твои подростковые фантазии Не интересуют Поставь туда Ба, рыба просто бомба Ну, так муксун Это очень вкусно, спасибо большое А ты чего? Ты чего такая парадная? Ученика жду Я теперь педагог, представляешь? Поздравляю Руки! Прости Ну, все, идите ешьте, только тихо А откуда рыба? Рыба из воды Так А ты чего волнуешься? Кто волнуется? Никто не волнуется Ну, я вижу, ты волнуешься Ничего я не волнуешься Ничего я не волнуешься Слово какое-то дурацкое Перестань жрать конфеты Где он? Ну, где он? Волнуйся, сейчас он придет Легок на помине Ну, наконец-то Открой дверь Ну, я же говорю, что ты волнуешься Здравствуйте, Баба Здравствуйте, проходите Раздевайтесь Мы вас давно Проходите Радочка Рада, познакомься Это Владимир А это Ираида Степановна Кузнецова Лауреат многочисленных конкурсов Оставь, Аркаша Можно просто Ираида Степановна Очень приятно Вова И скажите мне, Вова Для чего вы решили учиться петь? Ну, я люблю петь Поэтому и пою А жена говорит, что я пою на редкость громко и противно У нас полэстрады поет на редкость громко и противно Не смущайтесь А спойте мне что-нибудь В смысле? Ну, прямо сейчас Вот сразу Спойте Что? Ну, что угодно Что хотите, то и спойте Романс Я встретил вас Понятно Это большое счастье, Вова Что вы меня встретили Я обычно не высокого мнения о чужих женах Но ваши, к сожалению, права Так что давайте распоемся для начала Аркадий, прошу Проходите, Владимир Встаньте вот здесь Не волнуйтесь Посылаем миру свои звуки И Достаточно Так, а теперь другое Немножко упражнение Только когда поем звук И Мы делаем это на улыбке На улыбке На открытой улыбке Итак, Аркадий Пожалуйста Проходите Фортиссимо Открывайтесь миру Проходите Ну, Вова Ну, почему вы смеетесь? Простите, пожалуйста Просто очень смешно Ну хорошо, ну давайте будем учиться на какой-нибудь песне. Ну какая вам нравится? Клён. Там, где клён шумит. Мамочка, добрый вечер. Мамочка, можно тебя на секунду? Ну что, Лена, ты же видишь, мы занимаемся. Я как раз по этому поводу. Аркадий, ну давайте, клён, давайте. Радочка, будьте подойдём. Мам, мне поздновато. Ты считаешь, ну ему лет 27-30, другие в 50 начинают? Мамочка, я не понимаю возраст. Я про время. Я только что пришла с работы, а завтра бы не рано вставать. Мне бы так хотелось отдохнуть дома. Лена, я тебя умоляю, не драматизируй, пока ты поужинаешь, пока душ, то да сё, мы уже закончим. И отдыхай на здоровье. Всё, я заниматься. Так, давайте, начинаем. Олеся! Привет, мамуль. Вот это что такое? Это как называется? Это называется я сейчас уберу. Да? Олеся, вот что ты за человек? Неужели хоть раз в жизни нельзя встретить мать в чистом доме с готовым ужином? Мамуль, а ужин есть. Вот мы тебе рыбки оставили. Да? А микроскоп к этой рыбке не прилагается? Это просто запредельный эгоизм. Елена Николаевна, дорогая, я, конечно, понимаю вас, что вам после работы хочется петь или даже плясать. А мне, например, хочется отдохнуть у себя. Иванна, минутку. А любовь, как сон. Отпустил себя. Стороной прошла. Мам, тебе пришли. Ну, сейчас, Лена. Минуточку. Но, Владимир, вы должны запомнить одно золотое правило. Никогда нельзя... Так не надо мне делать одолжение. Мам, что тебе опять не нравится-то? Демонстрация мне твоя не нравится. Где этот кусочек рыбы, который вы мне оставили? А я его съела. Ты сказала, что не будешь. Как-то так прямо выразилось. Господи. Отлично. Что такое, Зинаида Ивановна, в чем дело? А в том, Ираида Степановна, что у меня просто голова раскалывается от этих вот воплей. У меня тоже. Ну, я же терплю и буду терпеть до 23.00. Прекрасно. Тогда я звоню в полицию участковому. Он вам хвост накрутит. То есть вы так представляете мою профессию, да? Я хожу по квартирам и кручу всем хвосты. Ваш участковый. Старший лейтенант Спиридонов. А вы из какой квартиры? Из третьей. Замечательно. Гражданка Щукина? Щукина. У меня к вам очень много вопросов. Точнее, даже не к вам, а к вашему мужу. Он дома? Дома. Пройдемте. Так он уже неделю как не пьет. Вот мы и посмотрим. А мы что, уже закончили? Ну, я думал, для первого занятий достаточно. Участковый? Кто бы мог подумать. А как ты с ним познакомился? Так же, через соседей. Играл Петховина после одиннадцати. Пока. Олесин, ты же женщина. У тебя же должно быть какое-то хотя бы элементарное представление об уюте, чтобы этому твоему, не знаю, как его назвать, бежать сюда со всех ног хотелось. А у тебя и в комнате, как в бомжатнике, у тебя и на кухне, как в бомжатнике. По-моему, я тебя совершенно не волнует. Да? Интересно. По-моему, тебе ей волнует только одно, чтобы побыстрее прыгнуть к нему в койку. Хватит маме читать мне аннотации. Я взрослая, мне уже не 12 лет, и я сама знаю, что мне делать. Серьезно? Взрослая? Да. Я это учту. Ленка, ну чем ты опять недовольна? Чем ворчать, лучше бы рыбки поела. Муксун, северная рыба, деликатес. Мам, а я бы с удовольствием. Только рыбку всю детки съели. Фосфора, видимо, не хватает. Мам, ну я же извинилась. Леся, ты что, вы действительно ничего не оставили маме? Но это вопиющий эгоизм. В нашей семье всегда заботились о других. Да, заботились. Сначала с утра приходит и будет, ни свет, ни заря. А потом вечером продолжение концерта. Очень заботится. Какие концерты, Лена? Ты намекаешь на то, что я эгоистка? Так вот, я не хочу быть эгоисткой. Ты ошибаешься? Я как раз деньги для семьи зарабатываю. Мам, да какие деньги? С ума-то не сходи. Я тебе сама с удовольствием приплачу, лишь бы домой после работы прийти и нормально отдохнуть. А, ну конечно, это у тебя работа. Вот и остальных ерунда. Знаешь, я поняла, в кого Леська такая эгоистка. Да ты ж тебя, ты конченая эгоистка. Вот это очень интересно. Мама, а ну вы что в самом деле? Не вмешивайся, когда бабушка орет на мать. Мама, не кричи на ребенка. Я уже не ребенок. Помолчи. Мама, послушай хоть раз, что я тебе скажу. Так, Лена, я хочу сказать следующее. Спасибо вам большое за вечер. Я, как говорится, рыбки поела, концерт послушала. Теперь, видимо, спать уже пора. Замечательно. Счастливо оставаться. Спокойной ночи. Спасибо. Приятных снов. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Батон Билова, пожалуйста. Нет, Клеба еще не подвезли. А чего есть? Только баранки остались. Баранки. Мне баранок не надо. Доброе утро. Доброе утро. Я исправлюсь. Честное слово. Ой, Леська-Леська. Маленько. Я так тебя люблю. Очень-очень. Да уж тебя люблю. Тоже очень-очень. Очень. Мир? Мир. Класс. Я так не люблю, когда мы своримся. Да кто ж любит-то. Ну и супер. Я так не люблю, когда мы своримся. Мам, можно к тебе? Можно подумать. Если я скажу нельзя, ты не войдешь. Мам. Ну ты сердишься, да? Мамочка, ну прости меня, пожалуйста, со вчерашней. Я сама даже не знаю, чего я так завелась. Ну понимаешь, на работе проблемы. И еще этот квардак на кухне. И я, в общем. Прости меня. Мир. 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 Ну что с тобой делать? Мир. Мир. Спасибо. Как же я не люблю, когда мы ссоримся. А кто любит? Я, что ли? Я вот держать себя в руках обещаю. Я тоже обещаю. Но с учениками заниматься не перестану. Кто бы сомневался. Ну только в вечное время, мама. Естественно. А Леська где? В ванной. Лесечка, прости меня, пожалуйста. За что? Я вчера таким тоном с тобой разговаривала. Эгоизм и все такое. Я так не люблю, когда мы ссоримся. Ну а я, что ли, люблю? Мир. Мир. Ой, котенечек мой. Как же хорошо, когда хорошо. Давайте завтракать. Я уж позавтракала. Убегаю. А Никита где? Спит еще. Ну все, собирайтесь и на кухню. Готовлю завтрак. Мам. А нам это, в колледже сказали на фотореактивы сдать. Ты мне не займешь? Сколько? Семь тысяч. Сколько? Это до конца года. И потом Никита скоро получит зарплату, я все отдам. Слушай, Олесь, в строительном было как-то дешевле учиться. Там хотя бы на стройматериалы не собирали. На. Спасибо. Последний, вон, тысяча рублей осталось. Спасибо, мамочка. Я обязательно все верну. Обещаю. Хорошего дня. Спасибо вам также. У меня к вам вопрос, Елена Николаевна. В строительстве этого объекта, какое оборудование использовала наша компания? Ну, после изучения предложения рынка решили остановиться на немецкой продукции. Значит, решили не экономить на качестве. Ну, да. Прежнее руководство придавало большое значение репутации компании. Ну, да. Репутация, прежде всего. Тогда у меня к вам интересная тема. По комплектующим и по поставщикам. Я вас внимательно слушаю, Евгений Николаевич. Ой. Простите, пожалуйста. Можно я отвечу? Ну, а что с вами поделаешь? Можно, конечно. Я потом покажу, где на телефоне кнопка вытащится. Спасибо большое. Да, Леся, я тебя слушаю, только говори быстрее, у меня освещание. Ма, слушай, ты не знаешь, где Никитина носки? Я их постирать положила, а теперь... Нет. Ну, сейчас. В грязном белье. Где? В корзине для белья. Да, здесь. А почему? Леся, почему ты меня об этом спрашиваешь? Это же ваши носки. Что? Я говорю, это ваши носки. Что? Я ничего не слышу. Ну, мам, говори громче. Леся, я просто хочу тебе напомнить наш вчерашний разговор. Ты мне что сказала? Что ты взрослый и самостоятельный человек. Правильно? А взрослый и самостоятельный человек, он сам за себя отвечает и о себе заботится. Да? Я надеюсь, я тебя ничем не обидела. Все, мне некогда, Леся. Ну, что? Я опаздываю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Простите бога ради. Ну, небольшие проблемы. Ну, проблемы-то плохо, и надо решить не зайти от дела. Ну, сначала работаю. Значит, говорите о производстве Германии? Да. Репутация, значит, да? Да. Хорошо. А тогда с каких пор Made in China стала переводиться, как сделано в Германии? Я ничего не понимаю. А по документам? Немецкие. Это же ваша подпись, Елена Николаевна? Да. Вот такие вот дела. Лесь, ну я опаздываю. Да я сейчас. Лесь, я уже опоздал. Я быстро. Ну, все. Ну, что, сухие? Да супер. Тогда же лучше, когда теплые. Ага. Очень мокрые, да? Да ничего, на ноге высохнут. Слушай, может, мне вообще босиком пойти? Было бы прикольно. Да это все мама со своими закидонами. Не ссорьтесь. Мне вчера вашего скандала вот так хватило. Что ты, милый, я теперь буду предельно осторожна. А вечером я приготовлю шикарный ужин, и ты поймешь, какая я замечательная хозяйка. Да? Да. Упс. Лесечка, что там у вас упало? Не волнуйся, Леонид Степановна, это я. А, ну тогда ничего, а то я уж испугалась. Я побежал. Лесечка, ты всем пока. Лесечка. Я не знаю, но я не знаю. Лесечка, есть Лесечка. Я не знаю, как там... Я не знаю, как там с ним. Лесечка. Надо было срочно. А ты в тот день не могла. Это когда это я не могла? Когда-когда. Ну, помнишь, у меня приятель уехал и ключи от квартиры оставил. Ну, и мы с тобой. Ясно. А предупредить меня можно было? Да я хотел, честное слово, но закрутился. А потом нам с тобой так хорошо было. Да у меня вылетели из головы все эти радиаторы. Вить, а ты понимаешь, что ты меня подставил? Ну, извини, пожалуйста. Да что ты так заморачиваешься по поводу этой подписи? Да забудь ты про неё. Новый гендиректор, новая жизнь. Пошли работать. Вить, новая жизнь, старая жизнь. А я своей репутацией дорожу. И знаешь, просто так я это не оставлю. Послушай, а вот этого я тебе не советую. А я не нуждаюсь в твоих советах. Хочешь войны? Получишь. Учти, эта война будет очень короткой. Только не надо мне угрожать, ладно? Вот ещё здесь, вот это. Вот, прекрасно. Ай, боже мой, не верь. Посвящайся, Шаляпина. Я помню, как ты это пела. Аркаша, всё-таки ты гений. Твоя идея с учениками, это потрясающе. Спасибо большое. Это возродило меня к новой жизни. Спасибо. Да, но сам процесс ты организовал бездарно. Да? Да, и не спорь со мной. Нет, я не собираюсь с тобой спорить. Да, так вот, процесс ты организовал бездарно. Ну, подожди, зачем это два раза повторять? Не перебивай меня. И вообще, сядь, не мельтеши. Послушай, Аркаша, мне нужен масштаб, понимаешь? Понимаю. Нет, ты не понимаешь. Студия вокала Ираиды Кузнецовой. Ой, потрясающе. Ну, как же мне это в голову не пришло? Ты будешь приводить ко мне учеников. Но только нормальных, Аркаша, я тебя прошу, нормальных. Конечно, конечно, конечно. А я буду дарить им свою любовь к музыке. Классическому русскому романцу. Прости, что я тебя перебиваю, но через полчаса у тебя урок. А, да. И кто у нас сегодня? Надеюсь, не очередной участковый? Нет, ну что ты. Как же это может быть? Сегодня у нас ученица. Голов есть? Ну, есть, да. Я считаю, что это просто природное дарование. Самородок. Алмаз, который нужно огранить. Она с детства мечтает учиться только у тебя. Люли, люли стояла. Люли, люли стояла. Вот, а теперь попробуйте вы. Нет, мне вот это люли, люли не надо. Мне надо вот это вдоль по Питерской. Нет, вдоль метель метет. А, вдоль по улице метелица метет. Да, пожалуйста, Аркадий. Только сначала попробуйте просто на А. Вот так, пожалуйста. По-на-а-а-а-а. Понятно? Да. Прошу. А-а-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а. Что, плохо, да? Вы меня не поймите неправильно. Вот вы решили заниматься вокалом. А для чего? Нет, заниматься это я не буду. Мне надо только вот эту вот песню выучить для корпоратива. Мне шефа поздравить. Это мне задание дали. Ну, задание такое. А вы мне помогите вот эту песню выучить? И все? И все? И все? Ну, это уже легче. А когда корпоратив? А, сегодня вечером. Да. Ой, я вообще так боялась, что опозорюсь. А вот Аркадия Геннадьевича встретила в магазине, а он мне вас как раз и порекомендовал. А давайте со словами. А, да. Со словами. Слова. Слова это вот я как раз сама написала, да. Мне все говорят, что у меня очень хорошо получается. Тетюшевский жировой весь комбинат своего директора поздравить рад. Валентин Вениаминович дорогой, майонез, горчица, хрен всегда с тобой. Ой, хрен вообще-то это не наш профильный продукт. Мы все больше майонеза и горчицу продаем. Но хрен очень уж хорошо ложится. И всегда так смешно. Хрен всегда с тобой. Да и хрен бы с ним. А вы не слышите, что аккомпаниатор играет не совсем то, что вы поете? Да, вот это точно. А я думаю, что это? Аркадий Геннадьевич, вы не сбивайте меня. Извините, пожалуйста. Глядите нормально. Давайте, вы готовы? Валентин Вениаминович молодец. Комбинату он почти что как отец. И спасибо мы ему сказать хотим. А вообще-то вот у меня здесь неправильно, потому что я сначала хотела, что сказать хотим, а по рифме лучше хотим сказать. И спасибо мы ему хотим сказать. Бухгалтерию он любит, как родную мать. Ну вот, со словами совсем другое дело. Да. Правда? Даже какая-то гармония появилась между текстом и исполнением. Жаль, вот только Аркадий Геннадьевич совершенно не попадает в ноты, которые вы поете. Ну ничего, сейчас пройдем раз двадцать, закрепим, так сказать, успех. И я думаю, получится шикарно. Работайте, Аркадий Геннадьевич. Работайте. Тетюшевский жировой весь комбинат своего директора поздравить. Евгений Николаевич? Нету. Как? Так, уехал в Москву. А когда вернется? Через два дня. Понятно. А что, если что-нибудь неотложное, так у меня его мобильник есть. Да нет. Это не для телефонного разговора. Ну. Настя. Ладно. Через два так, через два. Вот я смотрю во двор, вас здесь нет. Я жду эту вашу доставку уже больше двух часов. Как здесь можно было заблудиться, я не понимаю. Где вы вообще? Вот, это рядом. Видите арку? Вот туда и езжайте. Ну, наконец-то. Эй! Это я вам звонила. Поднимайтесь быстрее. Так, все, ба. Он приехал. Расставляй тарелки. А я, по-твоему, что делаю? Я не понимаю, чего ты так зациклилась на этом ужине? Сами бы что-нибудь приготовили на скорую руку. Ну, ба, когда? Я целый день на учебе. Ты все время с учениками. Нет, заказать ужин – это самая верная тема. Но заказывать ужин в ресторане – это же так дорого. Откуда деньги? Я у Людки заняла. Никита получит зарплату, я отдам. Мама же хотела, чтобы я хоть раз встретила ее вкусным ужином. Вот и будет ей супервкусный суперужин. Только не сдавай меня, пожалуйста, ладно? За кого ты меня принимаешь? Здрасте, извините, что задержался. Извинения не принимаются. Давайте все сюда, скорей. Ой, сколько всего? Спасибо. А простите, рассчитаться. Что? А, да, ба, иди все выкладывай и расставляй. И позвони маме, спроси, где она. А где мой телефон? А где мои деньги? А, вот он. А, вон они. Так. Вот. Ой, а у меня сдачи нет. Вы поищите 2700 без сдачи, пожалуйста. Черт. Леночка, а ты сейчас где? Уже во дворе. Уже во дворе? Как замечательно. Как во дворе? Леночка, а купи, пожалуйста, хлеба. В доме не крошки. Хлеба какого? Ржаного. А белого? Нет, батон не надо, только ржаного. Ладно, хорошо. Ба, у тебя есть 200 рублей? Ну, тогда ты все выкладывай и расставляй. Ага. Что же вы, молодой человек, без сдачи-то ходите? Так, вот, 200, да, 200 рублей. Спасибо, до свидания. Да, спасибо. А еще расписаться надо. Где? Вот здесь. Только у меня ручки нет. Что ж такое, чего не хватишься, ничего у вас нет. Извините, я сегодня первый день работаю. Я вас поздравляю. Сейчас, секундочку. Леся! Что? Найди быстро ручку, там расписаться надо. Черт! Леночка! Ты знаешь, ты батончик тоже возьми. Мат, так я что-то специально спросила насчет белого, ты сказала, что не надо. Ну, сказала, а потом подумал утром хорошо будет бутербродик с белым хлебушком. Ну, пожалуйста, Леночка, ну прости. Хорошо. Все? Извините, а вы не подскажете, как мне выехать отсюда? Как выехать? Как вверхали, так и выезжайте. Это вам на память. Спасибо. До свидания, щаспива. До свидания. Дорогой ресторан! У нас пять минут. Добрый вечер, Эльникалов. Добрый вечер, Никита. О, вы тоже с хлебом? Да, Леся позвонила, попросила захватить. Здорово. И я вот хлеб купила. А, что ж теперь делать? Да ничего, будет в доме много хлеба. Прошу. После вас. Благодарю. Ну, все. По-моему, красиво. Да. И, цесарку, не сюда, в духовку. А? А, точно. Ага. Давай. Так. Все, пришла. Леська, пакеты. Ой, прячь, я ее отвлеку. Ага. Ой, ну, наконец-то. А то мы с Лесечкой уже заждались. Никитушка пришел. Замечательно. Добрый вечер. Будем теперь сухари сушить. Мам, Олеся тоже Никиту попросила хлеб купить. Ну, откуда же я знала? Я что, их разговоры подслушиваю? А хлеба много не бывает. Никитушка, давайте ваш батон. Угу. Ну, все, пойдемте на кухню. Лесечка сегодня сама приготовила ужин. И по дому все сделала. Буквально все. Лесечка, мы идем. Она у нас сегодня вообще золушка. Да? А я у вас, видимо, сегодня злая мачеха. Лен, ну не начинай. Да я не начинаю вообще. Ну, где вы ходите? Давайте, к столу, стынет уже. Боже ты мой. Ну что, Никита, правда же, Олеся у нас сегодня хозяюшка? Да, все очень-очень круто. Да ты хоть огласи, что у нас за разносолы. А, ну, это рагу с белыми грибами, селедка под шубой, тушеные баклажаны с гранатовыми зернами, а в духовке цесарка в брусничном соусе. Цесарка? Ты где взяла цесарку? Мама в магазине. Ну, все, давайте, мойте руки и к столу. Фантастика. Да. Давай, Леська, а где ты рецепт цесарки взяла? В интернете посмотрела. А бруснику? У бабушки на остановке купила, ну, мама. Лена, ну, хватит допрашивать ребенка. Она так старалась, а ты давайте к столу. Кто это допрашивает? Просто интересно. Спросить уже нельзя. Так. Никита. Прошу, разделывайте дичь. Это обязательно должен делать мужчина. У моего Коленьки это блистательно получалось. Просто блистательно. Что? Я вообще-то не хирург, но я попробую. Давайте. Вы ее переверните, так будет удобнее. Перевернуть. Леська, ну, ты меня потрясла вообще. Главное, когда ты это все успела. Да, мамочка, я старалась. Да, я вижу. Так, а это у нее здесь что такое, Лесь? Ресторан «Лесная поляна». Приятного аппетита. Ну, понятно. Хороший ресторан. Дорогой. Ну, значит, хотя бы не отравимся. Разделывайте, Никит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова